Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если вы еще этого не делали. Мы находимся в поселок или село Благовещенское. Это неподалеку от Анапы. Мы сегодня заселились в прекрасное место, по которому я хочу вам сделать рум-тур. Вы посмотрите, оцените, решите для себя, приедете ли вы сюда отдыхать. Но мне кажется, оно шикарно. Я, конечно же, все посмотрел. Хочу, очень хочу с вами поделиться контактами этих ребят и показать их подход к своему делу. Но мне кажется, что редкость на нашем берегу за такие деньги, такие условия. Погнали смотреть. Так, значит, здесь у ребят такая парковка на примерно 5-6 машин войдет. Мы, значит, смотрите, с вами заходим. Здесь такой вот вход. Так, беги, маме, вот давай. Давай. И каждому, каждой семье дается вот такой вот домик. Наш домик будет вот этот. Посмотрите, здесь такой теневой навес. Есть стол, стулья. И можно здесь кушать. Теперь я хочу вас пригласить в подробный рум-тур нашего, хотел сказать, номера, но это не номер. Это у каждого гостя свой домик. Это первая территория. Там еще есть другая территория, вторая. Так, у нас, значит, вот такое вот панорамное остекление. Шикарно смотрится. И есть такое крылечко, если можно это назвать. А теперь давайте мы с вами зайдем в номер, и здесь все досконально посмотрим. Итак, попадая в номер, нас встречает сразу вешалочка для верхней одежды. Над ней есть кондиционер. Есть шторки, где можно все закрыть, и здесь будет полная темнота. Очень мне понравилось, что ребята заморочились и сделали брендированные шторы. Это сразу мне бросилось в глаза. Моредомик, именно так называется их инстаграм. Легкая такая тюль. Темные шторы. Есть телевизор. Его хватит такого экрана для этой площади. Дальше небольшой квадратный столик. Есть стульчики. Есть вот такая сидушечка. Дальше есть вот такая кухонка. Все очень стильно и очень красиво смотрится. Нет вот этих шкафов навесных, но зато есть такая красивая полочка с посудой для сильно выпивающих, для слабо выпивающих и для мажоров. Ножи такие тяжелые, новые. Есть микроволновка, есть электрический чайник, заварник, кружечки. Есть, значит, мусорочка, холодильник. Ребятки, все новое. Вот вы сами можете заметить, никакой желтизны, ни грязи, ни мусора. Все здесь есть. Так, дальше, ребята, смотрите, здесь есть вот такой шкафчик. Его достаточно. Есть посуда. Здесь есть сковородочки. Две штуки. В принципе, я думаю, хозяев может попросить еще, если что-то будет нужно. Дальше есть диван. Мне нравится эта концепция. Вот так вот сели. Хоп. И смотрите телевизор, либо наслаждаетесь панорамным таким остеклением. Далее, есть вот такая полочка. Здесь ребята установили просто часы. Ну, такие предметы интерьера. Мое море. Такие красивые картины. Это уже наш чемодан. Здесь, значит, такой, назовем это шкафчик. Висит перекладинка, куда можно вешать одежду. Уходит лестница наверх, где сидит Артемка и ждет. Самый интерес, смотрите, вечером можно зажечь вот так вот гирлянточку. И гляньте, как это будет красиво смотреться. Артем, я просто ее включил. Посмотрите, какая красотища. Вечером, когда все стемнеет, здесь можно делать такие классные фотки. Это инста-место, ребята. Так, дальше смотрите. Так, от хозяина Артемка. Здесь лежит ковролин. Вот такая детская комнатка. У них лежит такой матрасик. И есть также свет. Просто дети, видите, сразу все разложили. Приняли это как свою комнату. Есть у них окошко. Окошко, замечу, с москитной сеткой. Оно открывается, вот, чтобы был воздух. Все, и такая вот шторочка. Вот, и тут детки наши будут спать. Вот так это смотрится все сверху. Посмотрите, как классно. Так, и спуск вниз. Будем с вами перебираться теперь в нашу так называемую комнатку. Опа, смотрите. Здесь ничего особенного. Просто стоит одна кровать, которая тоже очень интересно вписывается во весь этот интерьер. Полочка. Вешалочка. Интересная какая. И есть тоже небольшая полка. Положить там телефон, зарядка. И плафон, светильник. И еще вот свет. И самое всех волнующее, как всегда, конечно, это ванная комната. Давайте с вами заходить и здесь посмотрим поподробнее. Ну, что сказать. Цвета красивые. Немножко камера чуть неправильно передает цвет. Здесь он такой серо-графитный. Очень приятный. Есть большой бойлер с водой. Унитаз. Все чистенькое, новенькое. Классное. Раковина, мыло. Вот так вот они положили здесь полотенце нам. Есть даже шампунь. Есть вот такое небольшое зеркало. Есть зеркало для умывания. Душ. Небольшая ванночка, где можно даже набрать воду. И ребенок, вот, например, наш Родион здесь спокойно поместится. Такое маленькое окошечко, чтобы продувалось. Тоже с москитной сеткой. Вот душ. Ну и, соответственно, шторочка. Здорово? Ну, мне кажется, здорово. А, ну вот еще забыл показать. Здесь есть вот такая вешалка. Кухонка есть в номере, но здесь еще есть кухня такая, вот, типа летняя, да, где можно просто взять, приготовить, помыть посуду. Здесь есть плиточка. Но в двухсот метров есть столовая суши и пицца, где можно покушать. Вот, значит, раз домики. Дальше есть вот такой вот проходик небольшой. Оп. Опять идем вдоль домов и попадаем, ребята, в интереснейшее место. Ну, сами посмотрите. Пау. Другая реальность называется. Смотрите, это большая детская игровая зона. Есть детский гамак. Есть, значит, детская. Всякая качелька. Переход такой. Канатная лестница. Батут. Вот еще домики. То есть домиков тут достаточно. Высажены розы. Красиво. Значит, есть баскетбольное кольцо. Так, батут, по-моему, уже сказал. У ребят из ништяков есть, значит, раз квадроцикл. Два квадроцикла. Здесь можно погонять по чистому полю, посмотрите. Также у ребят есть сап-доска. Можно ее взять. Вот здесь вот море за первой линией. Пошли, покатались. Все они предоставляют. Мангальная зона. Великолепная, посмотрите. Она прям новая. Класс. Поэтому, ребята, не упускайте возможности. Переходите по ссылочкам в описании. Бронируйте, пока еще есть свободные места. Не упускайте такую невозможность. Детям здесь вообще раздоль. Гляньте. Просто поле. Бегать не хочу. А здесь такая детская большая игровая зона, где есть. Значит, смотрите. Теннисный стол. Можно взять, поиграть в теннис. Да не только детям. И взрослым, конечно, тоже. Есть такие сидушки. Красивенькие. Футбол. Можно тоже устроить здесь чемпионат мира. Есть зверь. Кролик Роджер. Далее. Тут есть всякая творческая мастерская, где дети могут порисовать. Вообще хозяйка, она преподает уроки по рисованию. Вот кому нужно, может сюда привозить детей. И она позанимается. Такой читальный небольшой зал. Для более маленьких деток качелька. Столы, где можно классно поужинать. Посмотрите. Даже чехлы на диван. У них собственный бренд. Море домик. Именно так находим их в инстаграме. Игрушки детские. И самый кайф, который они классно продумали, это домашний кинотеатр. Вот он висит. Вот эта штуковина опускается экран. И вы садитесь вот так вот с семьей, с детьми и смотрите кинотеатр с видом там море. Ну классно же. Ну что, ребята, вот такой вот рум-тур у нас с вами получился. Как вам данное место? Пишите в комментариях. По мне так, такой подход к своему делу, это просто великолепно. Ссылочки, ребят, инстаграмы, контактный номер телефона я оставляю в описании. Звоните им, пишите, говорите, что от нас. Получайте различные бонусы, договаривайтесь о цене. Бронируйте, отдыхайте вот в таких местах с удовольствием. Где ваш отпуск, а у некоторых он очень короткий, пройдет. Точно, точно, с удовольствием. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока.